Для вас очень радостные новости. Сегодня мы с вами обсудим ту тему, как же запросить возврат средств за покупки приложений в App Store, за донаты, за подписки. Это не составит проблемы как в течение этого года, так и через год. У меня есть два способа, как удовлетворить вашу просьбу. Добро пожаловать на канал AppleXpert. С вами Владимир. Друзья, ситуация проста. Есть несколько путей, как обратиться в техподдержку, как решить данную ситуацию. Вы можете это сделать как через App Store, перейдете просто в ваши покупки, отправите себе повторное письмо именно этой квитанции, которая у вас будет в вопрос, приложение донат или подписка, и можете сообщить о проблеме. Это один путь и другой путь через техподдержку. Вам нужно будет скачать приложение техподдержки, которые находятся в App Store. Вы точно так же там залогинитесь под вашей учетной записью и сможете уже общаться напрямую просто в чате с оператором, либо же просто позвонить. То есть все варианты доступны. Давайте приступим. Все поочередно. Давайте по старому способу перейдем, как это же сделать нам через сообщить о проблеме. Как мы это делали по старинке? Мы переходили в наш App Store. Вот, к примеру, обновление. Нажимали на нашу учетную запись. Проходим регистрацию. Здесь ждем некоторое время. Переходим в раздел «История покупок». Если же в течение года вы здесь какую-то покупку делали, вы можете выбрать, допустим, по iCloud. Отправить повторную квитанцию. Вы набрали, где у вас есть сумма. Нажимаете «Отправить». Все. Все. Счет отправлен. Счет такой-то на учетную запись есть. Все. Нам точно так же, если вы уже сделаете возврат, у вас возврат будет здесь светиться красненьким. То есть напротив вот этой суммы здесь будет возврат. Все. Значит, деньги вам уже вернут. Вам осталось только подождать. Сроки доставки от 3 до 5 рабочих дней. Максимальный срок 30 дней. Все. Переходим в нашу почту. Вот. Сейчас в моем электронном адресе здесь появится письмо. Вот. Вот это вот квитанция. Нам нужно опуститься ниже. И найти под пункт «Сообщить о проблеме». Нажимаете «Сообщить о проблеме». Вас перекидывает на сайт. Вот. Опять проходите повторную верификацию. Все. Вам здесь нужно будет выбрать что? Ну, к примеру, вот вам нужно запросить возврат средств. Причину указываете. Самая лучшая из тех, которые нужна. Покупка совершена ребенком или несколькими другими лицами. То есть вот этот. Либо же это было случайно. Но с ребенком будет намного получше. Вот. Показать все результаты. То есть именно выбираете то приложение, которое вас интересует. Вы его отмечаете. Жмете «Далее». Все. Когда статус выбран данного приложения, допустим, это нажимаете «Отправить». Все. Я этого делать не буду, поскольку мне это не нужно. После этого вам придет уведомление, что в течение 48 часов с вами свяжется человек. Уже точно так же на электронный адрес. И вы уже получите какой-то ответ. Но прошу в письме указать там, где у вас появится окошечко, что опять же это была совершена операция не вами, а кем-то там ребенком, другими лицами и так далее. Извинитесь. Попросите, чтобы вам помогли вернуть средства. И пообещайте, что поставите двухфакторную идентификацию. То есть поменяйте пароль. Больше защиты. И то есть постороннего вмешательства ваш телефон не будет. Теперь мы переходим уже к приложению. Зашли в App Store, скачали данное приложение. Приступаем уже к ему функционалу, чтобы вы видели наглядно, как это сделать через приложение. Вам нужно скачать приложение «Поддержка». Переходите в него, выбираете «Музыка, фильмы» или «Приложение», к примеру. Вот. «Выставление счетов по учетной записи iTunes Store». Вот. Опускаетесь ниже, нажимаете «Чат». Вот. Здесь вы ждете уже данного клиента, который вам поможет, оператора. Пишите ваше имя, пишите полностью ваш вопрос, даете данные вашей учетной записи полного имени, электронный адрес на учетную запись. Ну и как ваш ник подписан, как у меня «Apple Expert». Все. Вот. Меня пишет уже человек. Вы можете здесь уже продолжать вашу беседу, и он вам поможет оформить возврат средств. После этого вы уже имеете несколько вариантов, как вручную это сделать, как это сделать с помощью оператора. Вы можете точно так же и позвонить. Я для Украины оставил данные, номер телефона точно так же есть. Вы все можете найти в закрепленном комментарии, и я думаю, вы полностью будете удовлетворены после того, как сделаете ваш возврат. И просто останется только подождать. После того, как в статусе истории покупок вы увидите красным возврат, это означает то, что возврат одобрен, идет от 3 до 5 дней, максимальный срок 30 дней. И ваши деньги будут начислены туда, откуда они были сняты, с той самой карты. Вот и все, друзья. Если я вам помог, оставьте положительный комментарий. Обязательно подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся.